Добрый день! Сегодня будем продолжать работу над картиной, которую когда-то я начал. Первая часть этого видео уже есть на канале, но сегодня мы будем начинать делать фон и потом уже лисировки в следующих видео. Сегодня делаем фон. Чуть-чуть доделаны фактура белых листьев для последующих прописок. То есть необходимо, чтобы было некоторый физический объем краски для того, чтобы следующая лисировка создавала необходимые интересные эффекты. Как мы будем делать фон в этот раз. Не совсем так, как в прошлый раз. Здесь будет замешан цвет и в связи с тем, что белая краска высохла, почти полностью, за исключением некоторых моментов, будет покрыта этой зеленоватой краской весь фон картины. То есть по краям только будет сделаны некоторые отступы, даже краска будет наезжать сюда, а потом тряпка будет вытерта. То есть идеально обводить каждую краску краской, каждую веточку я в этот раз не буду. Я посмотрим, что получится. Если получится хорошо, то и вы этот прием можете для себя использовать. Итак, берем необходимый замес и как-то вот так мы его накладываем. Без опасения что что-то там мы замажем лишнее. Ничего лишнего не будет. Мы потом это мастихидом и тряпкой, даже пальцами рук мы это все уберем. То есть сейчас нам необходимо заложить всю эту плоскость. Мы не будем делать здесь темнее краску, здесь светлее одной краской. Потом, когда высохнет этот слой, вот эту коричневую краску мы отдельный цвет замешаем и затушуем и затонируем, сходя на нет и будет красивый прозрачный эффект. А сейчас мы просто наносим, потом здесь будет протерто и оно как бы будет край цветка уходить туда, потому что этот край чуть-чуть налазит, то есть краска налазит на это белое. Потом мы подотрем и не будет резкой рваности. Будет глубокая живопись. В связи с тем, что эта картина делается, скажем так, в межсезонье, поэтому могу поэкспериментировать, сделать что-то новое, не боясь о том, что что-то скажет заказчик. Эта работа полутворческая для отработки новых идей технологий живописи. Без страха. Страх убивает все, что есть в человеке творческом. Пока человек не победит страх в самом себе, делать что-то интересное не получится. Даже эти литочки можно смело перекрывать. Они просматриваются через эту краску, потом они будут наведены и будут на своем месте. Эти белые точки берилами делали специально для того, чтобы они просматривались потом сквозь эту краску и чтобы потом работа была облегчена художникам. Также и здесь будут создаваться воздушные эффекты глубины картины без вырезанностей. Так. 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 Сейчас замесим, сделаем еще краски и продолжим. Я сразу большие замесы не делаю. Необходимо сделать тестовый замес, чтобы понять тот ли этот цвет. Если цвет тот, он отработался, можно сделать из каких красок делать такой же замес следующий. Потому что можно испортить много краски, замес не тот. Сошлебать и делать заново. Удачи! Удачи! Это кажется грубо, но потом оно все тушуется и будет все мягенько. Можно начать работать следующим образом, брать и вот так все красить. Во-первых, это долго. Во-вторых, вы сотретачивались только здесь, а необходимо смотреть по всей плоскости картины, вытягивая на тюрьму. То есть думать всегда о будущем. Настоящее необходимо только для того, чтобы воспроизвести будущее в том замысле, которое картине вы себе представили. А если сотретачиваться только на настоящем, в этом не доделанном настоящем, можно и остаться. Художник, творя в настоящем, делает на самом деле будущее. Ну и таким образом мы все сейчас заложим и потом уже начнем вытирать то, что закрашено в нужных местах. Оставляю там где-то красиво, где краска заходит на объекты, оставляю таким образом. Даже здесь, кое-где эти вот края цветков можно слегка вот так затушевать. Оно будет очень мягкое, красиво, будет общая гамма, красивая общая гамма для цветка. То есть мы сухую лисероку здесь можем сделать, протирку, чтобы затереть. А потом делается сердцевина, а светлые части потом сверху светлая краска берилами будут красиво сделаны. Так же и здесь, эти края этого цветка мы берем и так стушевываем. А потом тряпочка это все конечно или поролоном это все будет лишнее снято. Кажется, что все пропало, но на самом деле ничего не пропало. Так же эту часть мы здесь так же затушуем. Продолжение следует... Еще один момент, который необходимо сказать. Бывает, можно растушевывать кистью, но остаются, бывает, мазки. Бывает в некоторых художественных задачах это нужно, а бывает не нужно. Бывает, можно растереть тряпкой или поролоном губкой. Но бывают такие моменты, что нужно растереть именно пальцем. Плоскость пальца интересна тем, что это очень мягкий материал. Имеет некоторую фактуру, но при этом не впитывает в себя краску, в отличие от тряпки или других материалов, которыми может делаться растирка. Поэтому можно использовать палец. То есть это очень хорошее и живописное средство. Теперь, когда фон затушеван, можно взять на палец немного тряпки и именно там, где нужно убирать не везде, а там, где именно нужно убирать лишнюю краску. Кое-где это можно оставлять, чтобы потом, когда сверху будет идти еще одна пропись, здесь делается мазок, а часть цветка, она как бы там, в воздухе, уходит в пространство. Поэтому, возможно, в зависимости от задачи, не стоит все по кругу так вот автоматически вытирать. Где-то нужно оставить, а где-то вытереть. Это такой, как бы, несколько творческий такой процесс. Как бы, из того, что находится там, вытянуть только нужные моменты. И все. А часть оставить там, где оно как бы и было. Если ближе посмотреть, то получаются такие интересные моменты. Но это только начало работы. Когда оно все будет вытерто, станет на свое место, тогда будет понятен эффект от этого метода. На сегодня пока один сеанс закончен. Протерто то, что необходимо было вытереть лишнее. И пока остается так. Необходимо, чтобы задний фон схватился, просох. И первичная такая прописка пока завершена. Это кажется, что оно белесое на самом деле. Когда ляжет тон тени фона и темные части предметовой вазы и листьев, то, что кажется белесым, оно заиграет светлым, красивым тоном. Это как печать в типографиях. Сначала недопечатанная иллюстрация. Газета, журнал выглядит очень блекло. Потому что печатается желтый, красный, синий. А в самом конце печатается черный цвет. И тогда уже на последнем проходе после типографской машины изображение в журнале, в газете становится сочным, насыщенным и ярким. А до этого оно кажется как бы блекло. Последние акценты черных точек в типографской печати оживляют картинку. Так и в нашей живописи. Самый последний момент она оживет. Лично мне вот такие вот как бы сфумата, протертости, уходящие вдаль изображения очень нравятся. как будто все уходит в пространство. Вот так можно делать фон. Как один из вариантов. Каждый художник может выбрать для себя путь, метод и им следовать. И еще важно не останавливаться на чем-то одном, а можно пробовать, экспериментировать, развиваться, идти дальше. Не понравилось вернуться. Вот так сейчас он общался к тому, давайте попробуем впервые過程, только пытаемся müssen. IGH В beekeepers какbecause такая ищemos на черночь, одни листья и какие-то отъясницы рассказывают